Добрый вечер, братья и сестры! И поэтому вместе давайте скажем «Слава Господу!» Господь любящий, Господь милосердный, и Он учит нас, каждый раз, приходя в дом молитвы, мы стараемся отсюда что-то вынести для своей души, для своей жизни, для того, чтобы прожить правильно, поступать свято, служить этим Господу. И Игнат, заканчивая сегодня дневное собрание, он сказал в молитве о том, что вот мы сегодня учились, и мы опять пришли сюда как в духовную школу, завтра будет у нас практика нашей жизни, где мы будем уже то, что мы слышим, то, чему мы учимся, мы будем это притворять в нашу жизнь. Вы знаете, мы все учились в школе, и вот в школе есть такие дисциплины, которые, ну, нету разницы, откуда что начать. Изучаем ли мы там историю, мы можем начать учить историю там древнего мира, а потом современную, и одно другому не мешает, или там изучая географию можно изучать один материк или другой, и разницы тоже нету. Но в учении Иисуса Христа не так, тут это точнейшая духовная наука, и здесь все четко, Господь расставил все по своим местам. И поэтому я хочу предложить к общему размышлению место Священного Писания, мы все его прекрасно знаем, это Евангелие от Иоанна, третья глава, это беседы Иисуса Христа с Никодимом. И вот мы прочитаем первые десять стихов. «Между фарисеями был некто именем Никодима, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Вот эта беседа Иисуса Христа с Никодимом, мы ее очень часто слышим, размышляя о ней. И вот мы видим, что один из людей, непростых людей, фарисей, член Синедриона, он приходит к Иисусу Христу ночью. Что его побудило? Нетерпение, размышления. Но он приходит к Иисусу с одним вопросом. Он приходит и говорит, что говорит, он не говорит, что я знаю, что ты учитель, пришедший от Бога. Он говорит, мы знаем. То есть его мнение было не одиноким. Наверное, были еще люди в его среде, которые также видели. Что они видели? В первую очередь они обращали внимание на те чудеса, которые совершал Иисус Христос. Потому что, видя эти чудеса, они говорили, мы видим, что ты учитель, пришедший от Бога. Потому что, ну не может человек творить такие чудеса, если не будет с ним Бог. Он признает, будучи сам учителем Израиля, он обращается к Иисусу Христу и называет его учителем. Мы можем только представить эту беседу. Вот сидит Никодим, беседует с Иисусом Христом, и он не задает ему никаких вопросов. Он не спрашивает, как тот юноша или кто-либо другой, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную. Он просто приходит и он свидетельствует о том, что мы признаем, что ты Рави, ты учитель, с тобой Бог, такие чудеса ты творишь. И Христос ему говорит слова, о которых мы всегда должны помнить. Он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вот это слово, это является как бы основой, одной из основных таких идей догм христианского учения, что если человек не будет рожден свыше, если не будет иметь духовного рождения, он не может увидеть Царствие Божие. Он не может увидеть Царствие Божие. Вы знаете, как-то лет 30 назад многие, кто постарше, братья, сёстры знают, что когда было тысячелетие, праздник был тысячелетие Крещения Руси, в то время зародилось такое харизматическое движение. Вот я сам родом из Латвии, у нас возникла вот эта церковь, новое поколение. И вы знаете, то, как она развивалась, росла количественно, это было очень такое, яркое впечатление. Люди шли в церковь, молодёжь там, некоторые оставляли свои церкви и шли туда там. И они очень количественно сильно росли. И вот недавно я видел интервью, когда один из тех, кто основал эту церковь, это учение поддерживал, Алексей Ледяев, он давал интервью, он сказал такие слова. Он сказал, трагедия нашей церкви в том, что за 30 лет мы наполнили нашу церковь невозрождёнными людьми. То есть качество проиграло количество. Прошло 30 лет, и он был вынужден признать, что трагедия нашей церкви в том, что мы наполнили церковь невозрождёнными людьми. То, о чём говорит Христос Никодиму, оно, по сути, очень важно. Он говорит, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И Никодим, слушая слова Христа, наверное, мы можем только представить его выражение лица, его, может быть, выпученные глаза, и он задаёт ему вопрос, как это может быть? Я уже старый человек, могу ли я войти в утробу матери и родиться заново? Он говорит, я не понимаю этого, как это может быть? Христос ему объясняет, что рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от духа есть дух. А он говорит, как это может быть? Я не понимаю. И Христос ему говорит, ты учитель Израилева, и ты этого не знаешь? Христос тоже удивляется, почему ты не знаешь это? Почему ты это не понимаешь? Никодим не понимал Христа в тот момент. И вы знаете, к сожалению, этот вопрос, он и сейчас для многих непонятен. Многие люди не понимают то, о чем говорит Христос. Что это такое вообще рождение духовное? Что это заключает в себе вот эти слова Иисуса Христа? Рождение свыше. Рождение свыше. Один человек в Турции стал героем. Это мэр одного города, в нем живет 45 тысяч человек. И в этом городе не разрушился ни один дом, хотя он находился в этой же самой зоне, где происходило это землетрясение. Оказывается, что этот мэр города, он запрещал вот такое нелицензированное строительство. Он очень внимательно относился, из чего строит, кто строит. Материал был качественный. Компании, которые строили, они имели вот эту лицензию на строительство. И ни один дом не упал. Хотя в то время, когда он этим занимался, написано, что, говорят, что даже его родственники его не любили, потому что, ну, имея такие связи, кто-то хотел поучаствовать в этих проектах, и он не разрешал. Он не нравился людям. Но вот прошла вот эта беда, и люди оглянулись назад, и вдруг этот человек, который был, ну, все, может быть, ненавистен, неприятен, он стал для них героем, потому что его волевое решение, чтобы уделить внимание качеству, а не количеству, оно стало для них жизнеспасающим. Они остались живы. И вот Христос говорит здесь такие слова. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И дальше Господь говорит, говорит Никодиму, он такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И вот мы часто задаемся вопросом, что же это за рождение такое, вот от воды и духа? Ну, мы понимаем, когда говорится о духе и святом, мы понимаем, что это то, что Господь сделал в нас. Он касается к нам, но вот рождение от воды. И знаете, когда начинаешь слушать или читаешь, то люди имеют разные представления. Кто-то говорит, что оно связано с водным крещением. Но мы задаемся вопросом, когда разбойник на кресте умирал, он не успел принять этого водного крещения. А Господь сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. Первый человек, который вошел с Иисусом в рай, был разбойник, который не имел такой возможности. Кто-то говорит о том, что вода – это символизирует физическое рождение, а дух говорит о духовном рождении. Ну и не в этом, наверное, смысл. И вот когда Господь обратился к Никодиму и говорит, «Ты учитель Израилев и не знаешь этого», то я хочу обратить ваше внимание на одно место Писания в книге пророка Езекииля, которую Никодим безусловно знал. И вот 36-я глава книга пророка Езекииля, там написано так, мы читаем, где Господь обращается к Дому Израилеву, и Он говорит с 25-го стиха, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Господь говорит, «Я окроплю вас чистую водою». И когда мы вспоминаем места Священного Писания, помните, Христос однажды сказал своим ученикам, что вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Он сказал ученикам, что омытому нужно только ноги омыть. И мы видим, что вот здесь вода, которая говорит Господь, она говорит как раз о Слове Божьем, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вот здесь эта вода, она символизирует Слово Божье, через которое Господь говорит каждому из нас. И вот физическое рождение от духовного, оно сильно отличается. Знаете, когда мы родились и пришли в этот мир, нас никто не спрашивал об этом. Наши родители решили этот вопрос за нас, Господь благословил, и вот мы появились в этот мир. Но в духовном рождении происходит немножко по-другому. Слово Божье говорит, что без него мы ничего не можем. Мы не можем родиться духовно чисто нашим желаниям. Если Господь не будет нас касаться, если Господь не будет скучать в наше сердце, при всех наших желаниях, при всех наших стремлениях, мы не сможем родиться духовно. Бог начинает свою чудесную работу в сердце каждого из нас. Я хочу обратиться особенно к молодым сердцам. Вот здесь сидят наши подростки. В зале есть молодые люди. Мы уже видели, что 29 июля у нас в церкви будет прекрасный праздник, будет водное крещение. Люди, которые будут заключать завет с Господом. И вот Священное Писание говорит, что чтобы встать на этот путь, надо прежде всего родиться свыше, получить это духовное рождение. Надо получить это духовное рождение. И вот в книге «Порок Иезекииля» Господь говорит, «Я вас омою чистой водой, а потом вложу, заберу у вас сердце каменное, дам сердце плотяное, вложу дух мой, будете моим народом, я буду вашим Богом». Вот происходит чудесное событие такое, когда происходит духовное рождение. Бог предлагает, но Он не делает это за нас. Он дает нам возможность, чтобы мы захотели родиться свыше. Это наш выбор. И вот апостол Иоанн в первой главе, он пишет такие слова, он говорит, «От тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Родились от Бога тем, написано, которые приняли Его. Кто захотел принять, кто откликнулся на призыв Господа Иисуса Христа. Знаете, Господь действует чудесным способом. Он начинает через разные ситуации, посредством проповеди, стихотворения, пения. Мы слышим разные свидетельства, но Господь касается людей, и люди открывают свое сердце перед Богом. Бог, Его Слово, оно как светильник, оно освещает наше сердце. Человек начинает видеть свою греховную природу, он видит свое пагубное состояние, он видит грядущее наказание. Человек открывает свое сердце перед Богом, он кается в своих грехах, он получает от Бога прощение, он получает обетование Божие, дар Святого Духа для святой праведной жизни во Христе Иисусе. Вот это событие, оно очень удивительно. Но знаете, не всегда так бывает, к сожалению. Вот так, как мы слышали, как этот человек сказал, что мы наполнили церковь, эти люди были вовлечены в церковные служения, они ходили, посещали собрания, они находили себя в каком-то труде. Но он говорит, что мы наполнили церковь невозрожденными людьми. Вы знаете, это тенденция не последнего времени. Мы знаем, что во все времена церкви Христовой были очень трудные времена. От самого начала, вот только как Господь умер и воскрес, мы знаем, что церковь стала гонима, притесняема, апостолы рассеялись. И мы должны признать, что самое благословенное время для церкви как раз было то, когда церковь находилась в тяжелых ситуациях. Там не было посторонних людей. Я помню, как Николай Захарович как-то Диме давал интервью, и он говорил о том, что принимая решение быть верующим человеком, он не видел другого пути, как после того, что в какой-то момент наступит такой период, что его просто посадят в тюрьму за веру в Бога. Многие люди знали, что вот это их будущность, потому что надо было делать выбор, надо было знать, на какой путь мы становимся, что мы готовы к тому, чтобы терпеть вот эти испытания, чтобы дать Господу, чтобы Он нас переплавлял, чтобы Он нас воспитывал. Но когда времена благоприятные, мы расслабляемся. Мы не сильно об этом думаем. К сожалению, так бывает. Но эта тенденция, она не только в последнее время. Вы знаете, если мы вникаем о том, как развивалась история церкви, мы знаем, что первые 300 лет церковь находилась в очень тяжелом состоянии. Христиане были гонимы, они были притесняемы, сменялись различные императоры. При некоторых эти гонения были менее такие действенные, а при некоторых, вот как говорят, был такой император, Диоклетиан, то там, говорят, при нем было великое гонение. То есть верующих истребляли, христиан гнали. И вдруг там через 300 лет ситуация кардинально меняется. Становится во власти Константин великий такой, и христианство становится государственной религией. И когда мы читаем историю, мы видим, что есть несколько версий, почему это произошло. По одной версии, перед каким-то сражением он видел видение, он видел видение буквы X и R, написанные, кресты, и он слышал такой голос, что этим победишь. И он в той битве одержал победу. Некоторые другие историки говорят, что причина была совсем другая, совсем банальная. Будучи языческим царем, он один раз убил свою молодую жену и сына от своего предыдущего брака за связь между собою. И когда он осознал то, что он сделал, ему стало страшно. Он собрал там на совет своих вот этих жрецов, и они сказали, что грех настолько сильный, что нельзя получить прощение. И человек, один человек, который исповедовал христианство, он сказал, что есть такой Бог, который прощает самые тяжкие грехи. И когда Константин узнал об этом, он принял христианство. И вдруг все поменялось. Церковь из Ганимой стала такой, что абсолютно непритесняемой. Она получила какую-то свободу. Но проходит немножко время, и мы считаем, что даже сам Константин, он начинается вмешиваться в дела церкви. В церковь проникают люди, которые ничего общего не имеют с духовным рождением. Это становится престижно, это становится модно, это становится выгодно. И мы видим историю церкви, как произошло разделение на священство и на мирян. И мы видим, до чего дошло, что иногда священники говорили людям, что вам не надо читать Слово Божие, вы с ума от этого сойдете. Вот слушайте, что мы вам говорим. И это была трагедия для церкви. Вот так было в такие времена, что Бог хочет, чтобы его дом строился качественно, чтобы не было количественно, чтобы мы не уделяли внимание количеству, а уделяли внимание качеству. Вот у нас будет скоро крещение. И, ну, к сожалению, наверное, сложилась такая традиция, ну как, я не скажу, что к сожалению, но это как факт, что в основном принимают крещение дети верующих родителей. Наши дети, наши внуки принимают. Очень мало людей, мы не имеем такой возможности, особенно старшее поколение, чтобы мы евангелизировали где-то, проповедовали здесь. Наша молодежь имеет такую возможность. Мы в этом ограничены. Я даже помню, когда я начинал работать, и когда люди не пользовались так часто телефонами, то мы на рации находили, едем, бывает, с кем-то познакомишься. Человек неверующий, ты едешь, два-три дня с ним беседуешь, разговариваешь. Сейчас рация почти молчит. Все люди сидят на телефонах, общаются только с теми, кто друг друга знает. У молодежи есть такая возможность. Мы в этом ограничены, к сожалению. И поэтому приходят, церковь пополняется в основном за счет наших детей, наших внуков, наших правнуков. И мы слышим часто молитвы, молитвенные записки, где пишут о том, что помолитесь за моих детей, за моих внуков, чтобы Господь призвал. И слава Богу, Господь и сегодня прилагает спасаемых в церкви. Слава Богу, братья и сестры. И Господь это делает. Но я бы хотел обратить некоторое внимание, знаете, вот, допустим, для молодежи, которая здесь есть, которая, может быть, в этом году будет принимать решение принять водное крещение. Для тех, кому это предстоит в будущем, надо очень серьезно задуматься об этом шаге, чтобы это не было просто, как бы, само собой перетекающим событием. Знаете, бывает, к сожалению, так, что наши дети, Бог дал нам наших детей. Мы часто видим, как сюда молодые родители выходят и приносят на руках своих деток, чтобы церковь помолилась и благословила этих детей. И это очень прекрасно. Это очень прекрасно. Я помню, как одна сестричка молодая, она вынесла свою ребенка, и когда братья спросили у нее, что она желает, она сказала такие слова, они врезались мне в сердце. Она сказала, я хочу, чтобы он влюбился в Иисуса Христа. Влюбился в Иисуса Христа, чтобы он полюбил Господа. И вы знаете, Бог дает нам такую возможность. Наша жизнь дальнейшая. Мы часто говорим, и братья говорят молодым супругам о том, что ваша ответственность в том, чтобы привести своего ребенка к ногам Иисуса Христа. Господь будет действовать с своей стороны. Но ваше дело делать то же самое. Приводить, учить. Настав юношу в начале пути, и он не уклонится, когда и состареет. Мы иногда заботимся о том, во что одеть наших детей, во что обуть, как им дать образование, чтобы они были сыты, чтобы они были устроены в этой жизни. И может быть, мы немножко упускаем самое главное. Подвести Голгофскому Кресту. Сказать им, что однажды тебе надлежит родиться свыше. Это неестественный процесс, что ты ходишь подростковый, потом молодежный, а потом приходит время, и просто надо сделать этот шаг, принять крещение и влиться в члены церкви. Бог говорит, если ты не родишься свыше, ты не увидишь Царство Божие. Ты можешь ходить в дом молитвы, ты можешь участвовать в служении, ты можешь играть на инструменте, петь в хоре, ты можешь проповедовать, но если ты не родился свыше, Господь говорит, ты не увидишь Царство Божие. Это так важно, чтобы мы правильно учили и наставляли наших детей. И церковь также имеет великую ответственность. Знаете, Слово Божие говорит, братьям говорят, немногие делайте с учителями. Другими словами, на служителей Бог возложил большую ответственность. И когда мы беседуем с этими людьми, мы тоже должны увидеть, рожденный человек или нет. Как это определить? В первую очередь, жизнь человека меняется. Когда человек рождается, это не просто веровать в Бога и уповать на Него. Когда человек рожденный духовно, это самозабвенная преданность и послушание Господу. Безусловно, грех преследует нас, мы продолжаем эту борьбу, но это уже не наша природа, это не наша жизнь. Мы уже должны жить нашим Господом. Но человек должен был быть рожденным. И еще один очень важный момент. Знаете, особенно молодые братья, сестры, спросите своих родителей, как проходило их покаяние. Как они каялись в своей церкви? Слово Божие говорит нам в Евангелии от Луки, мы читаем, что ангелы радуются на небесах об одном кающемся грешнике. Мы вдумайтесь только, вот кается какая-то душа, и на небесах торжество. Ангельский мир торжествует, покаялась еще одна душа. Слава Богу! Но и мы хотим видеть эту радость. Вспомните, как мы каялись, когда звучал призыв, и мы выходили вперед, и мы каялись, как радовалась церковь, как радовались мы, когда выходили люди, которые окружали нас, которые выходили вперед, и мы разделяли эту радость. Вот интересно, что при физическом рождении, знаете, когда ребенок, когда женщина носит ребенка, и вот он рождается, говорят, что когда она находится в утробе матери, его легкие, они сжаты. Стенки касаются друг к другу, они не работают. Человек, ребенок, получает кислород через пуповину, через сосуды пуповины матери. И вот когда ребенок рождается, эта пуповина перерезается. И ребенок делает глубокий вдох и выдох, раскрываются легкие, начинает работать мозгл, и он при этом издает крик. Он подает голос. Иногда говорят, что ребенок не заплачет, его немножко там шлепнут, все равно, чтобы... Потому что в этом жизнь. Ему надо закричать, ему надо подать голос. Вот так же самое может быть и нам. Надо, чтобы наши дети, они подавали этот голос. Я бы хотел, чтобы чаще звучал призов с этого места. Чтобы люди выходили и каялись, чтобы это было искренне, чтобы человек понимал, что это он делает для Господа. Это он делает, ну, утверждая свое духовное рождение. Есть один из таких отцов церкви, Августин, я как-то читал его книгу «Исповедь». И вот там он рассказывает об одном человеке, о своем друге. Я не помню, как его имя было, но он говорит, что тот человек был очень знаменитым оратором. Он часто выступал на ресталищах, он выступал, состязался с другими ораторами и был очень знаменит. И в то время не было популярно становиться христианином. И когда он принял Иисуса Христа, то верующим ему сказали, ты прими крещение так, чтобы никто об этом не знал. Ты не говори о том, что ты стал христианином, потому что ты потеряешь свое положение. И он тогда сказал, что я никогда этого не сделаю. Я публично выходил на эту трибуну и воспевал хвалу там различным императорам. Говорит, а сейчас я приняв Иисуса Христа, я буду делать это молча. И он вышел и перед всеми людьми исповедовал свою веру в Иисуса Христа. Он исповедовал. Хорошо, когда мы слышим этот крик. Первый крик новорожденного духовного человека. Поэтому будем учить наших детей, чтобы когда они подходят к этому периоду, чтобы они не понимали, что это что-то такое наследственное, что они это получают, просто вот само собой разумеемся. Но это то, к чему ребенок или взрослый человек, он должен подойти сам. Бог стучит в сердца людей. Но это рождение свыше. Потому что то, что сказал Христос, оно имеет смысл. Он сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Поэтому да благословит нас Господь. У нас впереди предстоящее крещение. Уже будут эти люди готовиться. Давайте мы помолимся о них, чтобы люди, которые будут принимать крещение, чтобы они воистину были духовно рождены. Помолимся о наших подростках, у которых впереди такой же шаг, чтобы они были готовы к этому, чтобы они понимали необходимость этого. И Господь, Он не оставит нас, потому что мы надеемся на Него, уповаем на Него и благодарим Его. Аминь. Будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!